добрый день на связи психолог евгения белова надеюсь освещение достаточно нормально и немножко тут кошка помогает полянка надеюсь эфир сложится у нас сегодня традиционные эфиры в 13 00 каждый вторник жду всех желающих у меня есть час надеюсь никто на телефон не будет звонить два раза эфир не придется записывать надеюсь на это так еще думала про другое время ну пока это время фиксирую а также в следующий вторник 13 00 рада видеть всех желающих и пока все собирается у меня есть часы я объявлю приятные новости первая приятная новости стоимость консультации наличные консультации кто хочет ко мне обратиться как психологу коучу как телесному психотерапевту в том числе обращайтесь стоимость консультации сейчас снижена консультация одинаково стоит онлайн либо лично 60 минут стоит 2000 рублей то есть доступно для всех и каждого да как не сильно дешево но но доступнее чем было эту стоимость сохраню но постараюсь подольше эту стоимость сохранить то есть вижу по аудитории как мой канал не слишком популярен но вижу по своей аудитории что раньше стоимость немножко отпугивала и поэтому решила снизить эту стоимость чтобы те подписчики школы кто хочет прийти на личную консультацию смогли это сделать рада вас видеть на личных консультациях онлайн либо лично в эста садке в сочи адрес будет внизу то есть поизу как внизу переходите по ссылке вот конечно если и если есть возможность лично прийти если выбирать онлайн либо лично конечно рекомендую лично но если нет возможности прийти лично тогда онлайн тоже подойдет стоимость одинаковая 2000 рублей то есть доступно приходите жду вас такие приятные новости если лично то раньше как арендовала кабинет счастье внутри салон назывался массажный салон на на красной поляне кабинетов для психологов нет как в сочи в адлере есть а именно на красной поляне в эста садке где горы и лыжи вот каворкинг центры есть но нет кабинетов для психологов пока поэтому арендовала периодически по запросу массажный кабинет вот но сейчас там немножко другой салон как как я поняла бизнес продали другое руководство то есть периодически но нельзя дозвониться договориться по аренде кабинета поэтому я приняла решение все упростить идти по пути наименьшего сопротивления то есть именно личные консультации личный прием виду дома вот выстосадке адрес есть внизу на страничке личные консультации психолога выстосадке в сочи там есть адрес этот у меня четвертый этаж достаточно нормальный ремонт в тех условиях как то есть мы здесь и жили и сделали ремонт ну чтоб можно было жить но достаточно прилично то есть на кухне есть диван стол кресло то есть достаточно уютно как в кабинете для психолога то есть комфортно уютно поет поэтому решила что именно личные консультации личный прием прямо буду проводить дома сейчас еще на яндекс услугах яндекс бизнес то можно разместить прям на карте информацию в общем разбираюсь и в этой теме но друзья подписчики школы кто приезжает периодически в эста садовку имейте ввиду если есть запрос прийти на личную консультацию пожалуйста приходите и в эста садке тоже стоимость доступная онлайн либо лично 60 минут и две тысячи рублей приходите жду вас дальше вторая приятная новость про курс школы курс профессия психолог коуч получи навыки психолога коуч от за 10 недель онлайна для себя или для профессии этот курсы сейчас тоже стоимость я снизила стоимость курса сейчас планирую будет фиксироваться на ближайшие два-три года то есть эта стоимость сохранится кто планирует прийти приходите стоимость курса повторюсь сейчас стоит 40 тысяч рублей длится 10 недель два раза в неделю у нас практики по два по три часа зависит какая группа но если там 2-3 человека то мы два часа занимаемся то есть буду смотреть если группа уже побольше тогда да занимаемся немножко побольше не два часа три плюс занятия проходят скайпе запись треть сохраняется вы можете пересмотреть это записи только для вас вы получаете лекции видео уроки дополнительные материалы мою поддержку в скайп чате плюс после курса вы получаете сертификаты моей ей авторской школы европейская школа коучинга то есть навыки вы получите сертификат получите но это не госдиплом важно как это не путать вот думала какую стоимость замечте замеч замечала что 100000 это дороговато 200000 тоже замечаю дороговато группы собираются небольшие по одному человеку то есть как личное сопровождение плюс иногда бывало что группы не собираются я решила все таки как снизить стоимость курса как проанализировала по какой стоимости ну насколько я могу снизить вот меньше чем 40 тысяч я как стоимость курса не буду снижать то есть до курс стоит и 200 тысяч и больше то есть много труда сил вложено но как ориентируюсь на возможности подписчиков друзей школы тех кто хочет прийти на курс поэтому стоимость курса сделала более доступна чтобы максимальное количество людей кто хочет пройти этот курс и для себя или для профессии смогли это себе позволить пожалуйста приходите новая группа 20 поток стартует 11 февраля то есть три четыре недели до старта курса плюс до этого будут открытые уроки я сейчас страничку сделаю 11 февраля у нас уже будет первая встреча знакомства с теми кто идет на курс но до 11 февраля будут открытые уроки мы будем с вами занимать заниматься для с теми кто подпишется на рассылку школы на днях я сделаю страничку там можно будет от оставить свою почту имя и вы сможете участвовать в открытых бесплатных уроках теория практика полностью эти записи в открытом формате на ю тубе их не будет также вот этот семинар несколько дней погружения в профессию психолог-коуч он ну будет в материалах учебных школы вот но все желающие смогут поучаствовать я подготавливаю интересные материалы тоже для меня это как повышение квалификации уже вдохновилась подготовила но есть материалы которые надо переработать подготовить то есть и новые мастер-классы интересные добавить в курс школы плюс как интересные мастер-классы для подписчиков школы и для тех кто рассматривает для себя этот курс рада буду вас видеть и на открытых уроках и у кого есть отклик рада видеть вас в группе стартуем уже скоро через три-четыре недели 11 февраля расписание и другое и на этот год я на днях тоже составлю вот ну эта идея пришла недавно вот объявляю приятные новости объявила рада вашим вопросам также приятные новости готовлю книгу по коучингу из учебных материалов курс профессия психолог коуч ставлю себе 10 дней ну максимум четыре недели разберусь как добавить на литр из самостоятельно хочу книгу добавить ну немножко есть вопросы как по предыдущим книгам не могу посмотреть статистику сколько людей покупают книги как как это все в общем немножко есть ну не недоверие к тем специалистам которым я обращалась по первым семи книгам из курса профессия психолог коуч сейчас сама попробуй самостоятельно добавить вот книгу подготовлю по коучингу то есть приятная новость скоро подготовлю книгу по коучингу и все желающие могут ее изучить по доступной цене дальше про шоры на глазах сегодня тема эфира итак начинаем про шоры на глазах как мы искажаем реальность через идеализацию и обесценивание про это будет эфир как представьте у лошади на соревнованиях есть шоры на глазах чтобы она не отвлекалась также и у нас мы тоже можем искажает реальность когда не к месту включаем идеализацию и обесценивание такие психические защиты плюс внизу будет лекция более подробно вы сможете прочитать про идеализацию и обесценивание такие черты характера также кто хочет захочет глубже эту тему изучить приглашаю вас на курс профессия психолог коуч который стартует 11 февраля в этом году либо в том числе рекомендую пятую книгу на литрес из курса профессия психолог коуч книга называется как устроена наша психика по фрейду или как лучше понимать себя и других это такое короткое введение в психоанализ по фрейду вот тоже доступно на курсе мы в пятую неделю изучаем эти лекции плюс есть один видео два видео урока и короткие слайды шпаргалки но если пока никак не планируете идти на курс можно изучать книги книги на литрес из курса профессия психолог коуч 7 книг на литрес прям из курса профессия психолог коуч изучайте и самостоятельно в том числе дальше еще немножко разберем книгу ответ хотела разобрать внизу будет будут слайды шпаргалки поизучайте первое видео я записывала про книгу ответ про ключевую привычку миллиардеров они свои цели записывали от рукой то есть тренируйте этот навык прям записывать свои цели от руки я эту ключевую мысль за запомнила из этой книги плюс про навык думать что я хочу они как когда мы четко фокусируемся на что как наше бессознательное тело инстинкты нам помогает как навигаторе для меня книга ответ это как про психокибернетику вот что мы делали разбор кто смотрел видео на ютубе то же самое но есть какие-то интересные новые ключевые мысли там про смехотерапию про навык как видеть оригинальные стороны всего с юмором смотреть на все внизу так уже будут слайды шпаргалки поизучайте книга интересная но если честно мне больше понравилась книга я это я как стать счастливыми авторская методика психокибернетика пластического хирурга мольца то есть как его научные открытия но книга ответ тоже интересная и так про обесценивание прошоры на глазах как мы искажаем реальность через идеализацию и обесценивание по фрейду по психоанализу внутри у нас есть разные структуры нашей психики психические защиты идеализация обесценивание там вытеснение регресс что-то еще но смысл такой все хорошо к месту хороша ложка к обеду или капля яда лечит стакан убивает то есть психическое здоровье это когда внутри есть разные черты характера разные защиты можно так сказать идеализация обесценивание сублимация и так далее и мы их применяем к месту а психическое нездоровье когда мы например часто только пользуемся идеализации и обесценивание например к месту не к месту то есть мы зафиксированы на этом на этой черте характера на этих способах восприятия реальности и тогда можно сказать а научным языком глубинным у нас нарциссический тип характера но как я понимаю это все равно задержка психического развития надо дальше развиваться понятно что мы клиенты не соответствует учебнику то есть но здоровом варианте у нас есть все эти черты характера если мы берем психолога психолога конечно есть рекомендации я даже например после моего курса через 10 недель есть рекомендация начать работать просто идет знакомство с психоанализом как суть база но например мы два года поработали с реальными клиентами и потом возвращаемся перечитываем лекции еще глубже понимаем какие-то новые грани открываются как вот представьте вы научились техники кроль плавать но каждую тренировку какой-то новый нюанс вы можете оттачивать оттачивать там каждые два-три месяца добавлять новые элементы чтобы быстрее плыть что-то еще также в профессии психолог коуч но вот эти психические защиты идеализации обесценивание есть плюсы минусы как ножом нож гениальное изобретение человечества ножом мы можем порезать колбасу и быть сытыми а можем пытаться порезать других или себя а также и идеализация обесценивание это нормальные механизмы в нашей психике как и нож условно но важно применять к месту например чтобы уйти с той работы которую мы перестали любить надо немножко ее обесценить да с благодарностью берем все хорошее с прежней работы но чтобы уйти с этой работы на новую работу которая нам больше нравится чтобы сделать этот переход надо сначала обесценить или чтобы ребенок после 18 лет все-таки научился стал жить самостоятельно ему немножко надо обесценить увидеть родителей увидеть а что они не всемогущие они не могут остановить дождь и они в чем-то несовершенные они не боги а ну простые люди не святые а живые обесценив родителей ребенок может пойти во в свою взрослую жизнь да а потом наступает этап ну когда другими глазами мы смотрим на родителей с благодарностью но в начале есть этап обесценивания как есть стадии горевания начале торг агрессия непринятие выпустили эмоции а потом принятие прощение то есть то же самое здесь с обесцениванием как я понимаю в здоровом варианте идеализация обесценивание помогает нам развиваться расти в классической психологии если мы часто использую ем идеализацию и обесценивание то есть у нас как шоры на глазах мы других людей или ситуацию видим не объективно или слишком идеально в плюсе или слишком уж ужасно сми в минусе но это крайности важна золотая середина плюс видеть объемное и ситуацию и ситуацию и человека анатолий добрый день будут вопросы задавайте сегодня провожу эфир эфир нас называется так шоры на глазах как мы искажаем реальность через идеализацию и обесценивание вот и плюс запись эфира будет приятные новости в начале говорила в общем если мы часто используем идеализацию и обесценивание то можно сказать мы как нарциссы ну как есть такой термин в психологии то есть у нарцисса были отношения с кем зеркалом со своим отражением то есть когда мы включаем идеализацию обесценивание мы другого не сильно видим мы видим свое представление о друг о другом человеке как в ю тубе будет повязка на глазах то есть как шоры на глазах мы не совсем видим другого реального человека и есть два вида нарциссов либо грандиозные вовне но ущербные внутри либо второй вид ущербные вовне но грандиозные внутри то есть ну часто как есть искаженный уродливый образ себя ну достаточно часто у тех кто приходит к психологу то есть неадекватный искаженный образ себя как будто бы ущербный но внутри в неосознанном есть грандиозная сторона и на нее важно тоже обращать внимание плюс внизу будет лекция прочитайте то есть ущербно как когда ущербный нарцисс он условно говорит доктор у меня самый огромный комплекс неполноценности подумайте про это более подробно также в это об этом можно почитать в книге драма одаренного ребенка то есть есть предположение о том что такой тип характера такая фиксация формируется когда когда ребенок слишком чувствителен к невыраженным аффектам взрослых подумайте про это основные эмоции стыд зависть ощущение уродливости внутри также подходит фильма талантливый мистер рипли ну как пример нарциссизма то есть не проявление своего истинного я также рекомендую свою книгу на литрес из курса профессия психолог коуч как психологи анализируют фильмы там есть разбор этого фильма дальше зависть часто выражается через презрение и критику у нарциссов главная защита идеализация обесценивание для них терапия это самосовершенствование например мой косметолог самый крутой то все раздувается а значит если у меня косметолог самый крутой какой-то божественный то и я такая я такой условно объектные отношения недоразвиты нет другого то есть если мне что-то говорят то как будто бы это все обо мне вводим термин для таких клиентов или когда мы в этой ситуации провалились в нарциссическую рану вводим термин достаточно хороший психолог достаточно хорошие родители достаточно хороший партнер косметолог и так далее при нарциссизме я неустойчивая много ложных я защит нарциссы либо идеализирует психолога либо обесценивает как будто истинная погружается в сон и часто мужу могут быть моменты когда хочется спать на сессии то есть мы отзеркаливаем поддерживая ем клиента но в то же время важно конфронтировать как я поняла но это про общие принципы работы психолога есть еще психическая защита сублимация как вершина развития эго сознания когда мы все импульсы направляем в творчество в работу например у человека есть желание драться постоянно до из-за чего-то в детстве но можно подраться в подъезде и попасть в тюрьму а можно драться профессионально стать профессиональным военным или профессиональным боксером спортсменом то есть вопрос куда мы эту большую энергию и направим важно в конструктивное русло социально приемлемое и тогда мы получаем деньги и благодарность ну и и как и как я понимаю ее творческая целенаправленная 10 деятельность защита от обид исцеляет психику творчество также сексуальные игры в том числе ну сексуализация тоже как одна из психических защит но все хорошо в меру как я понимаю по дональду калшеду есть защитник преследователь и ребенок но по фрейду есть ту идеализация обесценивание сублимация сексуализация регресс то есть разные названия но в чем-то это как про одно и то же про механизмы внутри психики с разных сторон как разные авторы рассматривают и как я понимаю нарциссические черты характера это нормальные черты характера там и тогда они нам помогли выжить это тоже адаптивные черты характера сейчас ну со временем надо развивать и другие черты характера чтобы мы адаптивно реагировали где надо мы обесценили идеализировали это нам помогло но как у собаки павлова извинит колокольчик выделяется слюна и мы получаем еду то есть иногда это к месту то есть нормальный способ действия но когда звенит колокольчик а нет еды условно уже слюна не актуальна это такой утрированный пример но как пример того что есть ситуации где надо поступать по-другому где надо ну как в виде объемно видеть картинку подумайте про это то есть надо наращивать другие черты характера другие адаптивные способы поведения а не опираться на один костыль только на одну черту характера на идеализацию и обесценивание как ходим и на двух ногах а не на одной то есть важно наращивать и другие способы поведения адаптивные еще такое направление бодинамика телесная динамика то есть активируем новые группы мышц в теле активируются новые черты характера новые модели поведения поэтому я рекомендую спорт баня массаж то есть каждые три месяца надо чем-то себя занять новым и тем более на телесном уровне открываются новые грани в профессии в жизни и так далее то есть это все взаимосвязано все как единая система дальше нэнси маквильямс выгли есть еще такая психическая защита как регрессия в стрессе мы реагируем как младенец нэнси маквильямс еще сюда относит и соматизацию то есть когда на жизненные вызовы человек начинает болеть и инфантильная личность пользуется регрессией как основной защитой но для меня это про то что как недоразвитость психики инфантилизм недоразвитость психики когда мы не нарабатываем новые способы адаптивные способы поведения у нас есть искаженный уродливый образ себя либо ущербный либо грандиозный а часто это про одно и то же есть осознанная сторона есть бессознательная если осознанно я как жертвочка то неосознанно я как жест как жесткий палач все обесцениваю подумайте про это так примите тело это ключевое звено при исцелении эмоциональной про травмы напоминаю ранние травмы это довербальный период влияет как мама рожает расслаблена или нет то есть даже это влияет важны телесные прикосновения психическая адекватность мамы близких родственников если что-то в детстве мы недополучили то сейчас тренируем навыка быть для себя достаточно хорошими родителями ранние травмы это про тело то есть идем через тело массаж работы с психологом через тело баня плавание что-то еще то есть идем через тело ранние травмы не прорабатываются на уровне мыслей надо на уровне ощущений почувствовать безопасность что-то еще то есть и детям в первые годы жизни очень рекомендованы телесные прикосновения если по каким-то причинам этого не было у нас наша ответственность во взрослом возрасте это компенсировать то есть дать себе это подумайте про это я быстро говорю ускоряюсь дальше примитивные защиты искажают реальность есть примитивная идеализация и примитивное обесценивание как фанатизм либо психолог полностью ужасный либо полностью идеальный но не там не там нет правды в целом мы все одну достаточно нормальные а есть еще идеализация и обесценивание высшего порядка более зрелая примитивные защиты искажают реальность они действуют тотально это так и никак по-другому там например только мой метод психотерапии только он верен больше ничего добрый день кто у нас в эфире буду рада вашим вопросам уже 30 минут в эфире запись эфира будет я говорю про шоры на глазах как мы искажаем реальность за счет например идеализации и обесценивание если у нас и идеализация и обесценивание примитивная по фрейду тогда это защиты примитивного характера они искажают реальность действует тотально то есть это так и никак по-другому или вот как я вегетарианец вегетарианка и все должны быть только так правильно никак по-другому подумайте про это при примитивных защитах как будто бы с человеком все в порядке с миром не в порядке другие не видятся отдельными и постоянными но примитивная идеализация и обесценивание это про одно и то же если есть в начале идеализация потом обязательно будет обесценивание то есть это две стороны одной медали например сначала психолога мы идеализируем но потом нормально идет фрустрация депрессивная позиция и позиция равные равные взрослые взрослые но напоминать напоминаю всех ложка ложка хороша к обеду все хорошо в меру капля яда лечит стакан убивает чтобы встретить спутника жизни например женщине тоже немножко надо идеализировать партнера или чтобы мы пошли какому-то преподавателю учиться тоже немножко надо влюбиться идет идеализировать преподавателя а потом да видим плюсы и минусы стаем в позицию взрослые взрослые еще сегодня такую фразу ну как повторила для себя что мама должна соблазнить ребенка жизнью как передать заразить страстью жить радоваться жизни получать удовольствие активно действовать уметь удовлетворять свои потребности самостоятельно плюс вот буду новые мастер-классы готовить об этом поговорим есть еще психотическое ядро травмы то есть когда идет проработка какой-то травмы мы прораба как попадаем в эмоциональное дно психотическое ядро травмы и как будто бы такой регресс но это позитивная динамика потом идем наверх как новая спираль в развитии то есть когда мы часто добровольно развиваемся идем свой свой рост свое развитие так или иначе регресс психики будет как выздороветь у медиков есть такой принцип выздоровление идет через обострение и где-то с темной стороной души по юнгу нам приходится встречаться по себе отмечаю периодически там раз в неделю или но разные этапы но например раз в неделю бывает вот эти как темные ночи души то есть это нормально это тоже как позитивная динамика по юнгу это еще называется конфронтация с бессознательным ну как соединение сознания с бессознательным и конфронтация с бессознательным так основные тезисы сказала о чем хотела сказать лена добрый день будут вопросы задавайте уже 32 минуты в эфире я зашла ненадолго ну если не будет вашей активной во участие я все тезисы сказала о чем хотела сказать внизу будет ссылка на лекцию изучайте там более подробно и то есть про идеализацию обесценивание также будет ссылка на книгу из курса профессия психолог коуч на мою книгу по изучайте либо в интернете тоже по изучайте глубже кто хочет в этой теме разобраться и коротко повторю тема эфира прошоры на глазах важно любую ситуацию любого человека себя в том числе видеть объемно как принцип карта не равна территории я то есть реальность она более объемная как 3d картинка но и от психическое нездоровье это когда мы не к месту искажаем реальность то есть видим только одну грань реальности но тогда мы не объективные напоминаю психическое здоровье это хорошая я аутентичность связь с собой со своими потребностями умение их удовлетворять и психическое здоровье это хорошая аутентичность и адаптивность связь с внешним миром то есть когда мы видим все объективно как есть и тогда мы более адекватные из точки а в точку б когда у нас точная карта из как и территории я примерно соответствует тогда мы из точки а приедем в точку б максимально коротким путем максимально легким а когда мы какие-то ситуации других людей себя видим на только одну грань как одну сторону медали или вообще кусочек стороны медали или как едим слона по частям то есть один кусочек но мы не объективны а значит есть какие-то конфликты что-то еще и мы не реализуем то что для себя запланировали как я понимаю быстро если будет ваша обратная связь можем дальше эту тему поразбирать про шоры на глазах как мы искажаем реальность как представьте если вы и сочи хотите поехать в москву на машине но если навигатор будет сломан карта будет не то то вы и сочи например приедете в питер да тоже классный город но вам то надо было в другую сторону то есть важно чтобы карта соответствовало территории куда я хочу приехать то есть чтобы не было сама обмана себя и других подумайте про это то есть это про психическое нездоровье тогда когда у нас много шор на глазах мы как с повязкой ну на глаза одели то есть искажаем реальность или в розовых тонах видим или в черных тонах или идеализируем или обесцениваем но и там и там мы неадекватные у медали всегда две стороны подумайте про это если мы например годами исследуем свои неудачи то мы фокусируемся на негативной стороне медали зачем нам это надо а где позитивная сторона медали вторая сторона медали где она то есть должна быть объемная картинка и по современным научным открытиям по методу психокибернетики очень важно фокусироваться на плюсах тогда мы программируем свое бессознательное свое инстинкты на повторение этого и улучшение то есть позит программируем себя на успех подумайте про это плюс рекомендую свои видео на ю тубе про исполнение желаний и про психокибернетику там подробнее про это я говорю есть слайды шпаргалки плюс рекомендую книгу я это я как стать счастливыми книга пластического хирурга там 100 страничек читается легко изучайте применяйте получайте результаты плюс напоминаю про приятные новости стоимость консультации лично также онлайн одинаковая плюс более доступная приходите у кого есть отклик также стоимость курса профессия психолог коуч сейчас стоит 40 тысяч постараюсь эту стоимость ну надолго сохранить планируйте свое расписание приходите если актуально 11 февраля рада видеть вас в группе рада вашим вопросам размышлениям комментариям в ю тубе если надо дальше эту тему разберем все всем туда хорошего дня и буду рада вас видеть в следующий вторник в 13 00 плюс до этого будет еще эфир точнее скажу про открытые уроки в школе для подписчиков где можно оставить почту зарегистрироваться на открытые уроки вот расписание скажу когда будут эти открытые уроки и примерно темы уже смогу сказать все всем хорошего дня желаю не одевать шоры на глаза и чаще видеть себя других мир объективно подумайте про это все всем хорошего дня жду вашего размышления